Программу представляет новая хорпица. Хорпица абсолютно в якости. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И как бы я за чинателем и останусь То есть я была первая Потом появилось большое количество программ На разных каналах Как-то уцепились люди до этих тем И стали очень многие программы делать Вначале я смотрела А потом я поняла, да бессмысленно У каждого свой взгляд, и они считают, что это так Я старалась свои программы воспитывать И до сих пор люди говорят, что ты вот как-то с нас вытягивала Мы как-то себя чувствовали Плечи хотела расставить, мы чувствовали звездами Все, что другое Ну как бы люди видят этот жанр так То есть ради бога, сколько людей, столько Но то, что я однозначно не хотела Я не собиралась заниматься всю жизнь Потому что многие говорят, Таня, как ты могла Как ты, ты же ты начинала Да ради бога, я что подписывалась Так что если мы на горшок в детстве ходили, что теперь всю жизнь на горшок ходить Это же все, это такое проходное То есть это было как только один из маленьких этапов То есть как бы я зажгла звездой на небосклоне Берите дальше другие, смотрите И все, как вы будете смотреть Будете ли вы эту звезду менять Ну смотри, наши светские персонажи очень любят Сейчас очень много открывается Разных заведений, клубов, ресторанов И слава богу, что они открываются Что тебе больше всего нравится Где тебе больше всего нравится встречаться Вам виднее, открываются рестораны у нас едва ли не каждый месяц То вот с ресторанной культурой все нормально То есть рестораны есть, они разные Но если говорить лично о моих вкусах Открылось это заведение на Андреевском спуске Оно было, ну скажем так, появились новые хозяева Луи и Юля И это маленькая такая вот французская кафе Вернисаж И я его обожаю Мне нужны вот только такие заведения Маленькие, уютные, где всегда много людей Где очень вкусно и где есть атмосфера И не просто ресторан А ты бы могла открыть заведение? Ну на начальном этапе я понимаю, что это очень Если вот как по мне По тому отношению людям, которые я бы могла давать Да, то есть то, о чем я говорю И чего я жду от других владельцев заведений Но если что касается административной работы И организационных каких-то моментов Опять-таки есть люди, которые могут этим заниматься А дальше уже как бы удаят В принципе да, но все равно это ответственность Это наверное только со временем А на каком-то уровне желания Да, я бы хотела открыть заведение, кондитерскую Как сейчас опять-таки полгорода хотят открыть кондитерскую И тоже думают, что кончики это очень легко Но удается их печь не всем А чем ты теперь мечтаешь? Ты стала принцессой? У меня планка очень высокая То есть я однозначно хочу когда-нибудь перейти к кино Либо писать может быть книги То есть все равно это получается что-то связано с тем Чем мы занимаемся сейчас Но когда я буду делать какие-то глобальные вещи Которые будут менять мир То тогда я скажу, что я королева Ты действительно в это веришь, что это возможно? Верю, да, возможно Но ведь все равно все то, чем мы занимаемся И ты, и я в результате Все равно кино, телевидение Это колоссальный метод влияния на человечество То есть мы все равно должны отдавать отчет Там маленькие программы Там большие программы Серьезные, когда несерьезные Они влияют на людей И раз мы уже в это встряли И раз мы решаем уже это продолжать То бишь там кино То есть это все искусство То тогда уже надо дать еще для чего это делать Если просто для удовлетворения собственных амбиций Ну как бы это не то А если цель искусства всегда изменить мир Поэтому раз мы уже это делаем То будем менять и верить в это Программу представляет новая Хортица Хортица абсолютно в яке Привет! Мы совместно с торговой маркой Хортица VIP Club Продолжаем знакомство с осенним Львовом Этот город настоящий европейский коктейль Это старинный город С древней историей на пересечении различных культур Каждая из которых оставила свой след в истории Львова Древнерусская, польская, австрийская, советская Не обошлось и без еврейской составляющей этого коктейля А также и армянской В окрестностях площади рынок Нет ни одного одинакового здания И невозможно перечислить все ассоциации Возникающие при знакомстве с архитектурой Львова В центре площади ратуша А углы украшают фонтаны Посвященные греческим богам Диане, Нептуну, Адонису и Амфитрии Они много лет наблюдают за тем Что творится в городе Не сбиваются ли с графика старые львовские трамваи Которые ездят здесь еще с 19 века Правда вагончики уже поменялись на советские и чешские Да и реклама немного выбивается из общего стиля Зато по-прежнему здесь обитают люди искусства Художники, поэты и музыканты Богема Они растворяются среди туристов Прячутся в старых домах и кавьярнях Но с теми, кто мыслит и интересуется Всегда готовы выпить кофе и поговорить Вообще, куда не зайдешь Люди встречают с улыбкой и со своей уникальной историей После прогулки хочется писать книгу Каждый львовянин свою жизнь и жизни города воспринимает как единое целое Что, безусловно, помогает городу оставаться живым и уютным В симпатичном винном бутике можно найти уникальные вина и выдержанные коньяки И, конечно, без знаменитого бальзама старый львов оттуда не выпустят А после того, как выпустили Можно еще заглянуть в корчму Где пахнет борщом и обедает много школьников Так как все традиционно вкусно И, главное, совсем недорого Таких мест достаточно Так что большая голодная компания во Львове не пропадет Затем прогулку стоит продолжить Можно до вечера, можно задержаться еще на несколько дней или на неделю Сколько ни выбери времени, в любом случае не хватит Чтобы все рассмотреть и обо всем узнать И всегда будет повод приехать еще разок За новыми впечатлениями или еще одной порцией уже изведанных Вновь пройтись по проспекту Свободы Порассуждать о сходстве центральной фигуры композиции «Бережливость» На здании музея этнографии С головой статуи Свободы, что в Америке И обязательно запланировать поход в оперный театр Кстати, рядом с оперным театром находится отель опера Это для тех, кто привык к европейскому комфорту И к красивым панорамам из окна Этот отель опровергает все мифы о том Что во Львове нет достойного сервиса Через калейдоскоп памятников Сквозь пласты истории по следам туристов и свадебных процессий Стоит заглянуть на армянскую улочку Являющуюся центром армянской части города Которая была основана в 14 веке Помимо кофейной красоты вокруг Точно привлечет внимание комплекс армянского собора Также нельзя не вспомнить про доминиканский костел В этот солнечный осенний день Его ступеньки были усыпаны лепестками роз И вокруг только праздник Ничего удивительного Сезон свадеб Здесь проводят венчания и органные концерты Что также интересно Так это дом напротив костела В свое время это был публичный дом О чем красноречиво повествуют барельефы на его стенах Отличное соседство Соседство средневековых католических костелов С древнерусскими православными храмами А также еврейскими синагогами и армянскими церквями Это та разнообразность Которая придает Львову неповторимость И отличает от Кракова или Праги Хотя конечно Львов не настолько приспособлен для туризма Как эти европейские города Но будем надеяться все впереди Когда нибудь появятся меценаты И театр Зиньковецкой вновь станет гордостью Украины И старинным домам не позволят разрушиться Ведь каждый из них имеет свою многовековую историю Ну что ж, вернемся к нашей основной теме В итальянский дворик надо зайти обязательно Кофейня расположена во внутреннем дворе дома номер 6 Также в здании сейчас находится исторический музей И итальянский дворик таки итальянский Невероятное ощущение истории и свободы Чувство будто недавно прошел легкий дождик И все пахнет свежестью и кофе Хочется бродить, думать и мечтать Здесь находится несколько скульптур Самые интересные двулика Фемида и римская волчица Также привлекает внимание Довольно талантливо выполненная выставка фотографий С политическим уклоном Да, много воды утекло после оранжевой революции А фото почему-то в итальянском дворике Занимают почетные места вдоль стены Внизу находится уникальное кафе Это настоящий музей антикварных вещей Разные баночки, вазочки, часы Старинный сервант, комод Бутылки с подвина и коньяков Посуда, чего только нет И все функционирует и внушает уважение К истории и людям, которые ее хранят А полуподвальное помещение и общая атмосфера замкнутости Рождают чувство избранности Как будто здесь собираются члены тайного общества Поэты, писатели и декламируют свои произведения Как когда-то в советское время Мудрые афоризмы на стенах заставляют задуматься И лучше это делать за чашечкой кофе Сначала живи, потом философствуй Завтра-завтра так проходит жизнь И над входом, не новое, по-новому Так что думайте сами, решайте сами Но главное, не пропустите это место А на улице Чайковского Обрамленная сеней листвой Стоит старинный дом А в доме том находится ресторан-купол Сразу видно, что создавали его женщины Женская аура, энергетика в воздухе Три сестры, Татьяна и Ольга Кушпет Ивера Полищук, авторы и владельцы этого уникального заведения Мы встретились с Ольгой Истинной львовянкой и хозяйкой Она поведала интересную историю этого дома Которая и стала основой концепции интерьера В этом доме доживала свой век Известная во Львове Ванда Мане Известная не только своей красотой И происхождением Ее прославила любовь Любовь к польскому художнику середины 19 века Артуру Гродгеру Существуют вечные истории любви Такие как Тристана и Зольда Данте и Беатрича, Ромео и Джульетта А во Львове это Артур и Ванда Они встретились, когда ей было 15 Ему 28 Но не смогли пожениться из-за того, что мать и тетка Ванды Решили, что Артур недостаточно богат И не сможет содержать их девочку Тогда он отправился на заработки И началась душесчипательная переписка между влюбленными Но через два года Артур умер от туберкулеза Так и не увидев своей возлюбленной Ванда перевезла его тело на родину И сквозь всю свою жизнь пронесла память о нем и их любви Во Львове до сих пор пожилые люди В адрес влюбленных говорят Любят, как Артур и Ванда А в ресторане Купол о них напоминает мемориальный уголок Вот такой вот дом, вот такая вот любовь Крыльцо, украшенное вазонами с цветами Ведет на затененную террасу дворик Где на лавках расставлены старинные кувшинчики, горшки и крынки На ограде рекламные таблички с латинскими буквами И повсюду подлинные предметы Кстати, коллекция рекламных табличек уникальна Все они связаны со Львовом И известными фамилиями, которые свидетельствуют о гарантии качества работы Можно сказать, что Купол это музей Внутри иногда проводятся экскурсии Каждый предмет интерьера, каждая фотография Бережно собраны хозяйками заведения Которым удалось не только создать домашнее кафе А и воссоздать атмосферу до 1939 года Висят портреты бывших хозяев дома А стену напротив занимают рекламные плакаты Ликероводочного завода Адама Бачевского Продукцию которого в старые времена знала вся Европа Барная стойка царства медной посуды и канделябров Над ней на деревянной балке Выставлена коллекция бутылок и бутылочек Вобравшая в себя полную историю алкогольной промышленности Любовщины до 1939 года В центре обеденного зала огромный стол на 12 персон Бросается в глаза композиция с веером, театральными сумочками И репродукциями эскизов сценических костюмов Также экспозиция из роскошных старинных меню начала века Ольга гордится всеми этими вещами Показывать с любовью, бережно перебирая в памяти истории этих вещей И то, как они сюда попали За 10 лет существования купол прославился и среди львовян, и среди гостей города Здесь бывают заезжие артисты, послы, политики Президент Польши, к примеру, очень тепло отзывался о куполе И неудивительно, здесь спокойно и как нельзя лучше читается история города И никто не будет побегать за автографом или фотографировать из-за угла Здесь время отражается в каждом блике на стекле и в каждой музыкальной ноте Звучащие из старинного радиоприемника или патефона Ольге мы подарили сувениры абсолютного качества И, конечно, вернемся еще не раз Потому что иногда стоит остановиться и подумать Пусть даже о таком банальном и таком вечном Как история Артура и Ванду Ну что ж, надеюсь, все ингредиенты нашего коктейля вам пришлись по вкусу Увидимся ровно через неделю Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok